Продолжение следует... Здравствуйте, дорогие друзья! Отец Георгий, предлагаю поговорить о Великом Посте. Что это такое? Что из себя представляет Великий Пост? Какую он основную задачу несет? Впереди Прощенное Воскресенье, буквально 19 февраля мы уступаем в Великий Пост. Да. Прежде хотелось бы сказать об истории возникновения Великого Поста, потому что многие из нас знают, что сопоставляясь с тем, что Христос перед выходом на свое общественное служение постился в пустыне 40 дней. И вот помня эту евангельскую историю, мы думаем, что только поэтому есть у нас Великие Посты, другие посты. Но на протяжении истории Церкви он сформировался очень гармонично из такого события. В первые века существования христианства, крещения, таинства крещения, люди принимали не каждый день, как вот сегодня. Сегодня можно прийти в Церковь, правда, что пройти вот такую практику нынешнюю, огласительных бесед так называемых, и потом уже после этого принять крещение. Вот в древности было значительно все сложнее, в первую очередь, потому что христианство сначала было преследуемая такая религия. И вот просто так с улицы человек в христианскую общину не мог войти. И вот был определенный период искусства такого для него. И вот один из, в течение года, один из таких очень важных дней, когда принимали люди крещения, это была Великая Суббота, то есть день накануне Пасхи. И вот люди, которые хотели стать христианами, они постились определенный период перед этим днем крещения своего, ну, особо молились, больше участвовали в богослужениях и так далее. И вот, собственно, для них этот был Великий пост, тогда он еще так не назывался, а просто вот такое время искуса. А люди, которые уже были христианами на тот момент, они постились только вот неделю перед самой Пасхой, то, что сегодня мы называем Страстной Седмицей, периодом, когда особо воспоминаем крестный путь Спасителя, Христа Спасителя. Дед Георгий, я знаю, что многие верующие считают Великий пост это как повторение, некое повторение подвига Иисуса Христа, вот этого поста, вот этого сорокадневного строгого поста в пустыне и так далее. То есть бытует такое мнение. Как Вы к этому относитесь? Ну, действительно, если брать евангельскую историю, когда Христос, как я уже вначале говорил, перед тем, как выйти на служение, постился, да, это вполне приемлемое толкование. И поэтому вот если брать даже... То есть это великий подвиг, который пытаются повторить верующие. Да, в целом, в общем, это так. Вот если говорить о самой структуре богослужения, которая в период Великого поста совсем другая, то действительно это время подвига. Службы значительно удлиняются. И вот когда мы вступаем в первую неделю Великого поста, мы сразу это видим. Начинается прочтение так называемого канона святого преподобного Андрея Критского, который сам по себе изобилует бакаянным настроением. И сама вот мелодика песнопений в этот момент церковных, она такая более минорная, то есть, выражаясь простым языком, более такая печальная. Ну, понятное дело, что она способствует покаянному чувству человека. Вот. И если говорить вообще о неделях Великого поста, а каждый воскресный день этой недели, он имеет такую свою тематику. И вот я уже начал немного говорить о том, что, начиная пост, в первую неделю мы погружаемся в канон, в Великий канон святого Андрея Критского. Далее, первое воскресенье, оно посвящено торжеству православия, и так называется неделя. Воспоминаются события первого тысячелетия христианства, когда происходили разные там исторические перипетии, и было желание у некоторых людей избавить православную церковь от иконопочитания. И вот, конечно, этого не получилось. Сегодня мы имеем изображение Господа, Божьей Матери, Святых. И вот первая неделя во многом посвящена тому. Возглашается вечная память всем православным христианам и ныне живущим, здравствующим. И вот далее недели эти следуют одна за другой. Следующая посвящена тоже такому одному из виднейших христианских философов Григорий Палама. Ну, кто о нем, может быть, не слышал, могут поинтересоваться его жизнью. Сама его жизнь, она была так пронизана делами, вот, во-первых, милосердия, а во-вторых, изыскание вот именно разумом того, к чему Бог нас призывает. И жизнь его закончилась словами такими святого Григория Паламы «к высотам». Вот интересная такая фраза. Центр Святой Четыридесятницы или вот Великого Поста. Крестопоклонная? Это крестопоклонная неделя, да, когда мы особо почитаем крест Господень и тоже особое песнопение. Она считается строгой, самой строгой или не отличается? Можно так сказать, что вообще по строгости они особо друг от друга не отличаются, но здесь мы особым образом воспоминаем крестную смерть, смерть Спасителя, его распятие. Далее, следующая неделя говорит о восхождении человека от земли на небо. И мы воспоминаем в эту неделю святого преподобного Иоанна Лествичника, который составил такую книгу, которая на русском языке именуется «Лестница» или «Лестница. Путь восхождения человека от земли на небо». Ну, кто, может быть, начинал изучать эту книгу, знает, что она тоже такая, ну, содержательная очень. Вот это, что касается недель. И вот одна из таких самых, наверное, глубоких, это вот следующая за ней неделя, где по воспоминаем о святой преподобной Марии Египетской, это была такая девушка или потом женщина, которая вела, если так прямо сказать, очень распутный образ жизни изначально. Предавалась самым разнообразным страстям. И потом в один из моментов своей жизни, когда она хотела войти в один из церковных праздников в Церковь Божью, ее что-то не пускало. И вот это ее, конечно, побудило к мысли о том, что что-то в ней не так. Хотя до этого вроде она об этом не задумывалась. И вот в ее памяти посвящается так называемой Марии Настеряне. Господь ее простил, да, великое прощение. Но она при этом очень большой такой подвиг совершила, при этом удалилась в пустыню, и там жила значительное время. Ну, конкретное время мы не можем говорить, но, может быть, около 40 лет или так. То есть много. Наверняка эта неделя имеет значение вот именно всепрощение, прощение любого греха. Касаемо Марии Египетской, да. При условии раскаяния. Деятельного раскаяния. Да, по отполнейшему раскаянию. Когда человек не просто признается в своих грехах, а желает их исправить и исправляет. И исправляет, да. Когда возвращается... Самая главная неделя – страстная. Ну вот, да, страстная седмица – это уже фактически Великий пост заканчивается. Заканчивается он вербным воскресением, входом Господнем в Иерусалим. И вот, собственно, 40 дней эти прошли. А страстная седмица – последняя. Вот я то, что говорил, в нее постились православные христиане еще в древности, когда не было Великого поста. И тут мы вспоминаем о том, что происходило со Спасителем во время его крестного пути. Это и предательство Иудой, это и тайное вечере, установление таинства Евхаристии, причастие, его распятие, крестная смерть и славное воскресенье. Пасха Божья спасительная. Вот. Это, собственно говоря, вкратце о том, что происходит во время Великого поста. И вот хотел бы сказать о том, что, наверное, больше всего людей интересует, потому что сейчас я не сказал еще о гастрономической части. Не могу не спросить. Да, да. Здесь очень важно, чтобы человек в первую очередь постился духовно и воздерживался от негатива, который каждый из нас знает. А вот именно пища, питье и воздержание — это второстепенное. И здесь меру вот этого поста в пище необходимо согласовывать со священнослужителем, ну или сообразуясь с тем физическим состоянием, которое человек имеет. Это очень важно помнить. В последнее время стало, я бы сказала, даже модно держать Великий пост. И для тех людей, которые только ограничивают себя в пище, вы можете сказать, это является ли постом? Ну, это в большей степени являлось бы диетой, причем диета и не слишком полезной, потому что постная пища, она ведь изобилует углеводами. А углеводы, я бы не сказал, что являются такой правильной диетой. Здесь именно речь о том, чтобы ограничить себя в таких вот вещах, ну, в пище такой, которая, может быть, нам больше всего нравится. Если, допустим, мне нравится, ну или кому-то, сладкое, там, или конфеты, или тортики, что-то в этом духе, тогда ограничить себя в этом. Вот просто известно, что… Я знаю, что молодежь, да, ограничивает себя в некоторых людях в интернете, или там музыку не слушают, это тоже пост. В целом, в общем, да. Любое такое пристрастие человека, к которому человек слишком привыкает, и любая такая, даже если это можно назвать… Зависимость, вот она, конечно, является для человека обычно не очень полезным. И если себя в этот период ограничивать в этих пристрастиях или зависимостях, или просто, может быть, слишком веселым времяпрепровождением, то да, действительно, это будет именно такой постный подвиг. То есть не только в пище, но и во всех проявлениях, которые человек… Но, конечно, к этому нужно подходить разумно, слишком, так сказать, не… Не переусердствовать. Не переусердствовать и без фанатизма. Потому что вот есть такие моменты, о которых я считаю тоже очень важным сказать. Женщины порой приходят и говорят, а вот супружеская близость вот с супругом. Допустим, муж не воцерковленный, в церковь не ходит, или другой вообще религии. А вот, ну, он хочет вступить в близость. И как быть православной женщиной в этой ситуации? Вот, на мой взгляд, лучше сообразоваться с голосом разума и своей вот именно супружеской совести, совести жены. Что лучше, отнестись с уважением к своему супругу или соблюсти вот такую обрядную чистоту? Я считаю, что лучше, конечно, вот с пониманием отнестись к своим ближним. Просто эту грань необходимо соблюдать. То есть главный мир, главная доброта, добродетель, а потом уже физические какие-то моменты. Я благодарю вас за беседу. Спасибо вам, уважаемые телезрители, за внимание. Всего вам доброго. До встречи. Всего благ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова